Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз, телефон 947-500. Выпуск подготовлен при поддержке завода кровельных материалов Кровельный центр. Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз, телефон 947-500. Кандидат в президенты от партии Нуратан Касымжумар Токаев в понедельник после обнародования предварительных данных поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие. Он поблагодарил также членов Республиканского общественного штаба, активистов и сторонников партии за проделанную в электоральный период работу, отметив масштабность и технологичность проведенной камеры. О зафиксированных в ходе выборов президент Республики Казахстан нарушениях рассказал заместитель генерального прокурора РК Булат Димбаев. В городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Атыраусской, Казалардинской, Мангустаусской и Туркестанской областях установлены 19 нарушений выборного законодательства. Это незаконная агитация, выдача гражданам на руки по нескольку бюллетеней, сброс в урну по 2-3 бюллетеней и голосование на двух участках. По этим фактам прокурорами возбуждено 18 административных дел. По фактам выдачи нескольких бюллетеней – 12 дел, по фактам голосования – 2 или более раза, или за другого избирателя – 6. Все материалы направлены в суд. В эти дни в социальных сетях и на просторах интернета множатся слухи о том, что в казахстанских обменниках исчезла валюта, а тенге вновь обвалится. Доллары и рубли в актюбинских обменниках есть, подвоз осуществляется своевременно, ажиотажа не наблюдается. Так характеризовали ситуацию с обменом валют работники частных пунктов. Исторический центр Актубе преображается на глазах. Унылые пятиэтажки на улице у Алиханова, в частности два дома номер 24 и 26, теперь после ремонта фасадов, выглядят нарядно. До конца лета власти планируют обновить фасады всех многоэтажек на данной улице. Все работы ведутся в рамках социальной ответственности бизнеса, уточнили архитекторы. В прошлом году отделом архитектуры и градостроительства была разработана концепция покраски многоквартирных жилых домов, а также объектов малого и среднего бизнеса, которые находятся на улице у Алиханова. На сегодняшний день уже есть такие объекты малого и среднего бизнеса, которые покрасили свои фасады. Также буквально вот на этих выходных были закончены работы по покраске фасадной части 24 и 26 дома по Алиханову. Также в рамках празднования 150-летия города дополнительно будут изыскиваться спонсоры из числа предпринимателей нашего города, которые будут красить дома по улице Алиханова. Очистка русел Аксюбинских рек завершена, все остальные работы будут проводиться поэтапно. Во вторник по этому поводу в городском Акимате состоялось совещание под председательством Акима города. Как известно, в рамках государственной программы «Дорожная карта» в Ак-Тубе была разработана проектно-сметная документация по расширению дно-углублению и берега укреплению русел восьми рек, проходящих по территории областного центра. На это было получено добро госэкспертизы. Работы активно начались этой весной, и власти уже доложили общественности и журналистам об окончании первого этапа. Общая стоимость проекта составила 6 миллиардов 700 миллионов тенге, и осваиваться они будут поэтапно в течение еще двух лет. По итогам государственной закупки привлечены специализированные организации, имеющие многолетний опыт работы в данной сфере. Это Павлодарский речный порт, то компания «Спектстрой», то «Беликельде» и то «Гидрокорбус». На сегодня на восьми реках, согласно планам, ведутся масштабные мероприятия, в том числе расчистка лесополосы вдоль русла рек с возведением укреплительных дам. Общая протяженность составляет 118,7 километров. На сегодня 30 километров работы почти что завершены. Транспортную развязку в районе моста на 5-й микрорайон обещают облагородить к концу июля. Об этом рассказали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Известно, что на обочинах развязки будут высажены деревья и газонная трава. Специалисты Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Активинской области провели семинар на тему о совершенствовании деятельности уполномоченных по этике с участием представителей госорганов. Сегодня на семинаре основной упор будет сделан на соблюдение принципов добропорядочности и открытости государственных служащих. В частности, также основной упор будет сделан на то, чтобы государственные служащие соблюдали принципы, как я уже говорил, добропорядочности, в том числе при выезде в командировках, при осуществлении контрольных функций. В Октюбе проходит конкурс видеороликов, посвященных 150-летию города. Организатором первенства творческих идей стало Управление по вопросам молодежной политики областного Акемата. Конкурс стартовал в конце мая и завершится 15 июня. В нем уже участвуют 7 соискателей и представлены 20 творческих работ, посвященных нашему городу и его жителям. В текущем году мы празднуем 150-летие нашего города и год молодежи, естественно. Соответственно, в связи с этим, наше управление, областное управление по вопросам молодежной политики, с 28 мая по 15 июня проводит конкурс видеороликов. Видеоролики от 1 до 3 минут, которые должны охватывать именно тему года молодежи и 150-летий города Ак-Тибель. На данный момент у нас более 7 участников и около 20 видеороликов уже представлены. Мы принимаем видеоролики до 15 июня. Касымжамар Тукаев в среду, 12 июня, официально вступил в должность президента Казахстана. Инаугурация состоялась в Нур-Султане во Дворце Независимости. Новоизбранный глава государства, положив руку на Конституцию Казахстана, поклялся добросовестно исполнять обязанности президента и выделил главные направления своей будущей деятельности. Глава государства обозначил 10 ключевых направлений, к реализации которых необходимо незамедлительно приступить. В их число вошли повышение доходов и благосостояние населения, эффективное противодействие коррупции, судебно-правовая реформа, справедливая социальная политика, решение жилищного вопроса, развитие регионов, сбалансированная и многовекторная внешняя политика, а также поддержка молодежи. Дорогие сограждане, в ходе выборной кампании я посетил большинство регионов страны. Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего, я буду работать над реализацией третьей модернизации Казахстана, притворением в жизнь пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией стратегии «Ельбаса». На несколько месяцев жители 12-го микрорайона останутся без горячей воды. До сентября здесь будут менять трубы теплотрассы. Работники «Трансэнерго» рассказали о ходе работы, извинились перед местными жителями за предстоящие неудобства и попросили их потерпеть. В этом году тарифам предусмотрены 540 миллионов на капитальный ремонт и реконструкцию. Из них сейчас ведутся работы по 312-й стрелковой дивизии по магистральных сетях диаметром 720. Там около 30% уже выполненной работы и работа продолжается. Также в том числе по 12-м микрорайонам сейчас ведется работа. Здесь была теплотрасса диаметром 325-й, сейчас ее увеличиваю на 426-й. Более 5 миллиардов тенге выделили на строительство и ремонт октюбинских дорог. Основные районы, где будет вестись усиленная работа по реконструкции и прокладке новых дорог в нашем городе, это Нурак-Тубе, Бат-Эс-2, поселки Бек-Кул-Баба, Ясное, а также Заречный 3 и 4. Одна из самых масштабных строек сейчас ведется в отношении Сельмашевского моста. В этом году здесь построят параллельный мост, старый закроют. В следующем году его демонтируют и расширят новый мост. Таким образом, он станет шире в два раза. Кроме того, капремонт дорожного полотна ведется на улице Маншук-Маметовой. Этот объект планируется завершить в текущем году. На сегодняшний день, согласно плану работы текущего года, производится у нас и строительство автомобиля, капитальный ремонт, средний ремонт. Если говорить о объектах, это переходящие объекты, у нас сейчас ведутся работы по строительству автомобильных дорог в жилых массивах. Это микро-йон Нурак-Тубе, микро-йон-22. Также у нас сейчас ведутся, значит, новые объекты по капитальным ремонту средств дорог. Это сейчас у нас ведется работа, капитальный ремонт автомобиля дорог в поселке Веклубаба, центральная улица, поселке Ясна, улица Мира. В октябре работающим гражданам из социально незащищенных слоев населения и остро нуждающимся будут оказывать всяческую социальную поддержку. Об этом говорилось на специальном совещании в Акимате района Алматы. Фонда «Калганат-Октубе» на сегодняшний день фонд помогает в получении жилья многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, а также оказывает материальную поддержку нуждающимся. В настоящее время в очереди на жилье стоят больше 23 тысяч октябинцев. Полторы тысячи – это многодетные семьи. Каждая нуждается в собственной отдельной жилплощади. Специально для таких категорий граждан в стране будет запущена новая жилищная программа. При Акимате создана рабочая группа для обследования остро нуждающих граждан в жилье. В рамках работы данной рабочей группы на сегодняшний день 190 граждан были заслушаны на данном комиссии и 97 граждан рекомендовано участвовать в программе аренды с последующим выкупом. Из 97 граждан оказана помощь в виде первоначального взноса – это 37 человек через общественный фонд «Полуанат». Зачислить ребенка в первый класс теперь стало возможным без посещения школы. С 1 июня начала работу электронная система приема документов по зачислению в первые классы общепрозавательных школ. Прием продлится до 30 августа. Данную услугу родители смогут получить посредством электронной цифровой подписи. Цель новшества – обеспечить прозрачность и исключить коррупцию в школах. Список необходимых документов остался прежним. Родители могут самостоятельно войти и подать заявку на зачисление своего ребенка. А также могут они подойти в школу, имея с собой электронную подпись и отсканированные документы. Это медицинская карта 026 форма, 063 форма и две фотографии 3х4. Учитель-консультант помогает им войти в личный кабинет и зарегистрироваться, подать заявку. В работу полиции тоже введены новшества. Теперь все обращения в правоохранительные органы актюбинцы смогут отправлять и на WhatsApp. В департаменте полиции Актюбинской области создан чат, куда жители могут направить свои предложения по улучшению работы участковых. Как отметили в руководстве полиции, это будет способствовать повышению доверия граждан к стражам порядка и более оперативному реагированию на действия сотрудников. В департаменте полиции Актюбинской области создан чат, куда жители могут направить свои предложения по улучшению работы участковых инспекторов полиции. Министерством внутренних дел Республики Астан формируется пакет предложений по кардинальному изменению формата работы службы участковых инспекторов полиции. При этом мнения общественности будут иметь особо важные значения в работе новых методов работы участковых инспекторов. То есть на сегодняшний день общественность имеет возможность принять участие в этой работе путем внесения своих предложений, как общество видит работу участковых инспекторов полиции, что необходимо сделать для повышения эффективности их работы. На проспекте Абулхайрхана в районе Центрального стадиона в пятницу начались работы по реконструкции водопроводных сетей, которые исчерпали свой ресурс. Вместо чугунных и стальных трубопроводов здесь теперь будут использовать полиэтиленовые трубы диаметром 600 мм, которые не оказывают негативного влияния на качество воды. АО «Акбулак» проводит работы в рамках реализации инвестиционной программы. Начинается новый этап реализации проекта. Необходимо заменить около двух километров труб на отрезке от улицы Тлеубатыра до проспекта Алии Молдогуловы. Эти работы также будут продолжены бестраншейным методом с максимальным удобством для горожан. Но, к сожалению, не исключено возникновение случаев временного дефицита воды. На верхних этажах единичных случаев временного ограничения водоподачи по проспекту Абулхайрхана. Мы предупреждаем об этом, заранее приносим свои извинения, просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. В городском центре занятости состоялась очередная ярмарка вакансий. На этот раз она организована с целью трудоустройства должников по алиментам. Вакантные места предоставили 30 актюбинских предприятий. 6 июня 2019 года заключен меморандум между прокуратурой города Ахтюбе, Центром занятости населения и региональной палатой, сейчас судебный исполнитель по Ахтюбинской области. Цель данного меморандума – трудоустройство лиц города Ахтюбе, являющихся должниками по алиментам. В поселке Ясный-2 появилась новая амбулатория для обслуживания сельских жителей, рассчитанная на 50 посещений в смену. Ее торжественное открытие состоялось с участием представителей областного управления здравоохранения и ветеранов профессии. В поселке Ясный в настоящее время проживает 15 тысяч человек, из них 8 тысяч прикреплены у нас. Но так как по законодательству жители имеют право прикрепления, многие вот эти новостройки, они переехали с микрорайонов и там остались. Но с построением этой поликлиники мы уже месяц работаем, люди прикрепляются, в день 10-15 человек. В это воскресенье казахстанские медработники отмечают свой профессиональный праздник. День медицинского работника приходится на 3-е воскресенье июня. Но официальные власти решили поздравить актюбинских медиков в последний день рабочей недели. Акимобласти Онда Сануразалин лично наградил более 60 представителей этой благородной профессии. Медиков поздравляли и награждали сразу в нескольких местах города. Акимобласти Онда Сануразалин торжественно открыл музей медицины в Актьюбинском медцентре, а позже наградил работников благородной профессии в Конгресс-холле имени Аккагас Досжановой. Выпуск подготовлен при поддержке завода кровельных материалов «Кровельный центр». Завод кровельных материалов «Шатыр Ортологей» производит и реализует металлочерепицу «Каскад», профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода «Северсталь», а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу «Андалузия» с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес – Юго-Запад, участок 103, возле рынка Тобыс. Телефон 947-500.